добрый день уважаемые друзья мы вновь возвращаемся на порт номер два республиканского теннисного центра республики беларусь где в матче первого круга турнира второй категории встречаются евгений филиппов россия он сейчас будет подавать с дальней части порта и данила мороз беларусь не взял первый секс со счетом 64 и ведет во втором со счетом 3-2 подает не проходит евгения первая подача вторая безупречна выноша обменивается жесткими ударами верно решение принимал именно в данной ситуации нужно было пробивать по прямой это абсолютно справедливое было решение но мороз четко зафиксировал аут действительно был аут сантиметра 3-4 не проходит у Евгения первая подача по прямой посмотрим как разберется мороз со второй подачи усиливает мороз и это было его техническая ошибка мягкая подача требует повышенного себе внимание мяч не сел на ракетку морозу и он допускает ошибку по 15 нельзя давать евгению столько ошибок выбрасывает мяч мороз забирает коса еще коса еще раз коса евгений играет на растяжках и пробивает с открытой ракетки еще удар с открытой ракетки и евгений добивается преимущества выигрывает очередное очко тридцать пятнадцать на подачи евгения срешающий момент в общем-то не проходит первый мяч Евгения четко скручивает вторую мороз пробивает с приема ошибается евгений за боковую линию немного но аут был четко мороз фиксирует аут вновь не будет первый мяч тридцать пятнадцать пола так PM напилил ivot вновь на первое Тридцать доicht тост из ninety второе кто скручивает вторую спортсмены вновь обмениваются жесткими ударами на задней лине и не ошибается выполнял горсоцкока правильно играл противоход но допустил техническую ошибку не проходим первый мяч боковой аут вторая подача безупречна спортсмены обмениваются ударами мороз переходит нарезанный удар и в принципе это верно все дело уже не шел вперед но ошибся при выполнении удара с воздуха мороз делает обратный дрейк и потри во втором сете интересно развиваются события в данном матче очень интересно развиваются события но как на наш субъективный взгляд мороз чувствует себя не совсем уверенно выполняя подачу видимо травма или глубокое болезненное состояние мешают ему четко подавать посмотрим как он справится с волнением но тут же допускает ошибку выполняет гарсоцкока не проходит у мороза первая ночь вторая в принципе нормально четко играет мороз попадает в линию и ошибается выполняет гарсоцкока видимо чувствует себя гонила немножко не в своей тарелке 0.30 женя пробивает как можно излить там под другий балкон который не проходит первый мяч у мороза не проходит первый мяч у мороза ровно на подаче мороза тяжело гонили потому что он не имеет права на ошибку ему нужно для того чтобы остаться в матче ему нужно брать этот гинь иначе гинь уже будет иметь преимущество и наверное трудно будет его непонятно что со счетом вроде как было по 30 мороз усиливает и везде не четко кладет мяч с воздуха гинь Филиппов видимо я что-то потерял нить счета и гинь берет возвращает делает обратный брейк ведет со счетом 4-3 во втором сете в пользу Даниэля Ибрагимова Спортсмены демонстрируют мощный силовой теннис, но Геннадий ошибается, выполняя удар соцкока. Продолжение следует... Демилий Брагимов на подаче, первая не проходит, вторая четкая и ошибка Геннадия Гробовца с отскока. Возвращаемся на корт номер 2. Возвращаемся на корт номер 2. Значит... Возвращаемся на корт номер 2. При счете 4-3 во втором сете Евгений Филиппов подойдет. Проходит уже не первая подача, второй четкий удар. Раскладывается пятница, пытается сыграть свой коронный обратный кросс, но ошибается. 0.15 на подаче Евгения. Данила поднял руку. Непонятно, правда, почему. Есть особенность такая. Первый мяч. Уже не проходит первый мяч, четко пытается через коридор положить по прямой. Допускает ошибку 0.30 на подаче Евгения. Не было подачи. Ошибка была при выполнении удара с отскока у Евгения. Мяч вышел, но Даниле Морозу виднее. Он стоял рядом, но он посчитал, что мяч попал. 15.30. Вновь проходит уже не первый мяч. Данила не мощно посылает удары. Я думаю, что все-таки зря переходит Данила на резанный удар. Он удерживает, в принципе, игру на задней линии. Просится переход по прямой, но он не выполняет этот удар по 30. Вновь Евгений садится под лево сопернику. Добивается короткого мяча, но ему не удается поднять его стаффорта. Меньше на подаче Евгения. Проходит уже не первый мяч. Пробивает по прямой через коридор. Больше. Мастерский удар Евгения по прямой. В такой ситуации это наиболее острое направление. Не нужно обязательно пробивать. Евгений это выполнил ровно. Очень важные очки сейчас разыгрываются, потому что Евгения преимущество 4-3. И очевидно, что ошибается с короткого мяча Данила. Больше у Евгения. Вновь Данила применяет хитрость. Поднимает руку вверх. Говорит о том, что он не готов. Интересный прием белорусского спортсмена. Непонятно. Немножко непонятно это. Евгений безупречен. Подает первым мячом. Так. Вновь ошибается Евгений. Не подняв мяч с короткого мяча. Ровно до подачи Филиппова. Проходит уже не первая подача. Попадает Филиппов. Больше. Неясное решение. Неясное решение Мороза. Мяч, похоже, был четко на мини. Но Мороз принимает решение, что мяч вау. Безупречная подача Жени. Борется на растяжках. Борется на растяжках Мороз. Евгений спокоен. Подходит и кладет четко мяч по месту. Прикаживающийся простоте. Это достаточно сложная задача. Против такого соперника, как Мороз. Нужно это понимать. Вновь больше на подаче Филиппова. Женя попадает первым мячом и не справляется с приемом Мороза. Хорошая первая подача Евгения. Мороз переходит на резанный мяч. Женя уже спокоен и забивает кроссом. Теперь мы понимаем, почему Мороз не торопился играть в Филипповый код справа. Видимо, он знает о том, что Женя очень опасный форхенд. При счете 3-5 Мороз подает на то, чтобы остаться в матче. Ошибается при выполнении первой подачи. Безупречная вторая. Женя пробивал на вывод, но ошибся по длине.